Здравствуйте! В эфире ТВЛ. И прямо сейчас о новостях региона и города. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии открытия памятника военным врачам и медсестрам в Химках. Монумент появился возле Московского государственного института культуры. На этом месте в здании библиотечного института в годы войны располагался военный госпиталь. А студенты и преподаватели на несколько лет переквалифицировались в санитаров и медсестер и помогали врачам выхаживать раненых. Монумент был создан на народные пожертвования уфимским скульптором Денисом Строговичом. Он изображает военврача и медсестру, провожающих на фронт вылеченного солдата. Очень важно помнить подвиг военных медиков, которые в тяжелейших фронтовых условиях спасали жизни бойцов. Многие солдаты, прошедшие войну, обязаны жизнью совсем юным медсестрам, которые на своих плечах вытаскивали раненых с поля боя. Написал Андрей Воробьев на своей странице в Инстаграм. Жители Московской области добиваются отмены платы за провоз спортивного инвентаря в электричках. В электричке при провозе беговых лыж контролеры оформляют их как ручную кладь, взяв с человека 120 рублей. Дополнительные 100 рублей придется заплатить за оформление. Действующие нормы по перевозке лыж были закреплены еще в 2013 году. Согласно документам, пассажир имеет право бесплатно провозить ручную кладь весом не более 36 килограммов, размер которой по сумме трех измерений не превышает 180 сантиметров. Лыжи относятся к ручной клади, но их размеры в отведенную норму не укладываются. Стоимость провоза лыж в электричках фиксированная и зависит от километража поездки. Льготы для школьников, студентов или пенсионеров на провоз лыж не распространяются. Размер платы зависит исключительно от того, где именно будет куплен билет. Между тем, если пассажир не купил билет на провоз лыж в кассе, в пути контролера сверхустановленной платы возьмут с него еще и сервисный сбор в размере 100 рублей. Недовольные спортсмены начали сбор подписей за отмену платного провоза спортавентаря в транспорте на всей территории страны в любое время года. С 15 по 21 февраля на территории обслуживания ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Павлопосадский произошло 28 дорожно-транспортных происшествий. Ни одной аварии за этот период не было на территории Электрогорска. Одно ДТП зафиксировано с пострадавшим в Павлопосадском районе, в результате которого один человек получил травмы различной степени тяжести. 27 ДТП с материальным ущербом в Павлопосадском районе и городе Павловский посад. В марте месяце на территории Павлопосадского муниципального района и городского округа Электрогорск будут проводиться оперативно-профилактические рейды. Ребенок в автомобиле и нетрезвый водитель. 20 февраля прошел единый день диспансеризации. Подобные дни планируют проводить раз в квартал. В февральской акции принял участие и Электрогорск. Подробности прямо сейчас. В единый день диспансеризации, которым в Подмосковье выбрано субботом, диагностический корпус поликлиники Электрогорска посетили десятки горожан. Пример жителям подавал лично глава города. В 2015 году диспансеризацию прошли свыше 800 тысяч жителей Подмосковья. При этом у 339 тысяч человек выявили заболевание, требующее оказания специализированной медпомощи. В этом году план по диспансеризации в регионе почти полтора миллиона человек. Если вовремя все выявить, вовремя лечить, будем здоровы. Акция единый день диспансеризации должна была изначально пройти лишь в четырех муниципалитетах. В Красногорске, Подольске, Матищах и Клину. Но наш город тоже присоединился к ней, ведь здоровье людей превыше всего. Вся администрация проходит наших врачей еще раз позаботиться о своем здоровье. Поэтому я всем электрогорцам призываю и прошу пройти обследование и уделять внимание своему здоровью. Осмотр у всех врачей и прохождение процедур занимает, как правило, не более двух часов, а то и меньше. Но это потраченное время может сохранить ваше здоровье и здоровье ваших близких. В Электрогорске прошел ежегодный турнир по хоккею «Золотая шайба». Также спортсмены города приняли участие в соревнованиях по греко-римской борьбе и игре по мини-футболу. Об этом в рубрике «Спорт». 23 февраля в городе Жуковске команда спортивной школы «Вымпел» мальчиков и юношей проводили календарные игры открытого первенства Московской области по хоккею с шайбой. Мальчики уступили, а юноши одержали победу. 22 февраля в городском округе «Электрогорск» на хоккейной коробке по улице Советска прошел турнир по хоккею «Золотая шайба». В турнире приняли участие три команды – «Вымпел», «Вымпел-2», «Метеор». У нас она проводится каждый год, но обычно у нас все тает. Как правило, мы подходим, тает. Это вот сегодня нам повезло просто. Что и погода такая, и лед залили. И вчера две муфти команды отыграли. Победителем турнира стала команда «Вымпел». Второе место завоевала команда «Вымпел-2». Третье место досталось команде «Метеор». По окончанию турнира ребятам вручили кубки и медали. 17 февраля в городе Ногинск прошел четвертый турнир по греко-римской борьбе, посвященного Дню защитника Отечества. На призы победителя первенства Европы и мира среди молодежи Николая Антонкина. В турнире приняли участие воспитанники отделения греко-римской борьбы городского округа «Электрогорск» в разных весовых и возрастных категориях. Первые места заняли Сергей Прусаков, Данила Арнаут, Тимофей Чучков, Максим Орлов. Вторые места привезли Михаил Вождяев, Александр Блиников, Евгений Иванов. Третьи места завоевали Максим Скороходов, Александр Панькин, Максим Балашов, Эдуард Скотчик. С 20 по 21 февраля в Лакинске состоялся 11-й всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей ко Дню защитника Отечества на кубок Александра Суворова. В турнире приняли участие борцы городского округа «Электрогорск» и завоевали третьи места. На соревнованиях ребят сопровождали Александр и Юрий Горбунов, Александр Тихонов, Александр Белошицкий, Александр Орехов. 23 февраля в спорткомплексе «Знамя» города Ногинска среди мальчиков 2005-2006 годов рождения прошел турнир по мини-футболу памяти тренера по футболу с дюшер «Знамя» Юрия Крючкова. В турнире приняли участие команды из следующих городов – «Электрогорск», «Ногинск», «Полский посад», «Петушки» или «Кино Дулева». Команда футболистов городского округа «Электрогорск» заняла шестое место. Ребята этого возраста выезжали на турнир всего второй раз. Победу же в турнире одержала команда «Знамя-1» города Ногинск. Все наши новости доступны в социальной сети ВКонтакте, на канале Ютуб и на нашем официальном сайте elgorskdefis.tv.rf. Всего доброго и до встречи на ТВЛ. Субтитры создавал DimaTorzok